Уважаемый Борис Сергеевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию лечение реабилитации спастичности при опухолях позвоночника спинного мозга у детей. Вот в названии, собственно говоря, тематику, которую хотим предложить вашему вниманию, мы провели такое наблюдение, провели, у нас есть опыт лечения, реабилитационное лечение совместно с онкологами детского отделения Светланы Александровны Кулевы, Светланы Вячеславовны Ивановы. И выражаем большую признательность Андрею Владимировичу Мищенко за возможность пользоваться кабинетом УЗИ для выполнения навигационного контроля у пациентов, у молодого человека, который будет представлен вашему вниманию, для применения ботулотоксина. Конечно же, будет речь идти о спастичности в ногах. И вот именно специфика, которая будет предложена вашему вниманию, это как раз-таки спастичность ноги, с одной стороны. С другой стороны, это детский возраст. Мы уже так или иначе имеем информацию, на сегодняшний день она достаточно активно тиражируется о возможности лечения спастичности во взрослой практике, спастичность руки, разные теологии, в частности, там, после перенесенного инсульта, либо после черепно-мозговой травмы и так далее. Ну вот, собственно говоря, что такое спастичность? Это двигательное нарушение, характеризующее зависимым от скорости. Это определение, причем является поражением, причиной возникновения спастичности является поражение центральной нервной системы, он же верхний мотонейрон, который располагается в полушариях головного мозга, имеются глубинные отделы на уровне внутренней капсулы, а также имеются его же отростки, располагаются в боковом канатике спинного мозга. И это все входит в проявление компонентов синдрома верхнего мотонейрона. Определение было дано аж в 1980 году. Кроме того, спастичность, это по терминологии нарушение сенсомоторного контроля, проявляющиеся разной интенсивностью перемежающейся или длительной непроизвольной активации скелетных мышц. Соответственно, это нарушает не только возможности реабилитации, но и, собственно говоря, задача, когда мы видим пациента с непроизвольными тоническими напряжениями мышц, она, конечно же, в первую очередь определяется тем, что мы не имеем возможности полноценно, но даже пациента, который будет представлен вашему вниманию, не могли полноценно перевозить в пределах сидячей каталки, потому что выраженная контрактура мышц задней группы, она не позволяла, он лежал только на животе в пределах палаты, и его транспортировка куда-то на исследование, куда-то на процедуру определяла большие трудности. У взрослых буквально одним слайдом 2015 год зарегистрировано, ну, более 400 случаев инсульта, при этом распределение таким образом. Я подчеркиваю, что это у взрослых, и это говорит о большом количестве пациентов, которые вообще имеют подобного рода проблему. Когда мы говорим другая причина, черепно-мозговая травма, эпидемиология у взрослых, опять-таки, это 600 тысяч. В итоге получается миллион пациентов за год. У нас получается эта категория пациентов, которые потенциально имеют повреждение головного мозга. Ну, вот есть определенные закономерности по возникновению повышенного мышечного тонуса и мышечных контрактур. Что же у детей? Эпидемиология у детей. Мы посмотрели данные литературы, оказывается, это нет как таковой четкой информации относительно подобного рода проявлений. Ну, вот потенциально. От чего отталкиваемся? Детский церебральный паралич. Данные литературы, вот клинические рекомендации по детскому церебральному параличу профессиональное сообщество Союз педиатров России в 2016 год дают такие цифры. Частота увеличивается в зависимости от перинатальной патологии. Если это экстремально низкая масса, то это 25-30%. При этом 2-3 случая на тысячу новорожденных. Это, скажем так, категория детского профиля, который как раз-таки сталкиваемся с проблемой спастичности и необходимости реабилитации. Другая проблема – спинальная травма. Первое место среди причин госпитализации в отделении травматологии и в структуре общего травматизма составляет от 1 до 10%. Ну вот, по ссылочке я нашел эти данные. Работа, представленная в 2017 году группой авторов. Опухоли. Патологоанатомическое исследование. Ленинградская область дает следующие цифры. До 18 лет возраст получается почти 2 на 100 тысяч. Наблюдение продолжалось 19 лет среди этих пациентов. Опубликована статья 2018 год. В итоге получается, вот потенциально, когда мы говорим об онкологии детского возраста, когда мы говорим об онкологической направленности опухолевого процесса позвоночника, опухолевого процесса позвоночного канала, то на эти цифры, по-моему, можно ориентироваться. Синдром поражения спинного мозга. Если мы рассматриваем о тех клинических проявлениях, с которыми мы сталкиваемся, помимо нарушения функции движения. Вот она в зависимости от уровня локализации. Я подчеркиваю, что это спастическая симптоматика. То есть это симптоматика, которая будет препятствовать не только гигиене, но и будет препятствовать возможности полноценного ухода, восстановления, реабилитации. Поскольку имеется факт повышенного мышечного тонуса, возникающего как проявление патологии верхнего мотонейрона. Если мы говорим о шейном утолщении, если это патологический процесс, травма, или в нашем случае, когда мы говорим о опухоли, то это вовлечение четырех конечностей, две руки, две ноги. Если мы говорим о грудной уровне, который будет представлен вашему вниманию, то это параплегия. Кроме того, нарушение чувствительности. Нарушение чувствительности, вот этот пункт, он немножечко пересекается с последним пунктом этого слайда, потому что та самая невропатическая боль, ну вот пациенты с опухолеподобным заболеванием, таким как сиринга миели, либо спинальная травма, вот как раз таки спинального происхождения невропатическая боль, это та ситуация, которая в ряде случаев требует установки порта, установления баклофеновой помпы. И никаким другим способом мы не сможем справиться с подобного рода проявлениями. Нарушение функций тазовых органов. И один из таких, скажем, отчетливых маркеров вовлечения спинного мозга и характеризующий проявление как раз таки компрессионной ишемической миелопатии. Ну это, в общем, такие стандартные неврологические расстройства, которые возникают при поражении спинного мозга. Что можно предложить и вообще, что предложено на сегодняшний день в медицинской практике по уровню доказательности среди методик возможного лечения спастичности, то есть повышенного мышечного тонуса в руках или в ногах. Физические методы. Хочу обратить внимание, и это очень важно, потому что они очень легко комбинируются с методиками медикаментозной терапии. Кроме того, есть физиотерапевтические методики, есть различные ортезирующие технологии. На высоком уровне доказательности находятся возможности применения ботулинотерапии. Пероральные мерилоксанты также имеют высокую доказательность, но тем не менее, высокую эффективность, но тем не менее, разные препараты разных лекарственных групп из ряда мерилоксантов, они имеют побочное влияние, там седативное действие, при длительном использовании снижается их эффективность, и поэтому мерилоксанты не всегда дают такой, скажем, мощный, в первую очередь, мерилоксантный эффект. Вот упомянуто интратекальное инфузионное введение баклофена, баклофеновая помпа, ну и вот редко используемые методики, это, собственно говоря, то, с чего начиналось в педиатрии, в лечении детского церебрального паралича, это вот как раз-таки хирургические техники, хирургические технологии. Я уже сказал о том, что повышенный мышечный тонус, проявление спастичности, это синдром верхнего мотонейрона, двигательный нейрон, и афферентная глубокая чувствительность, поверхностная чувствительность, она не дает никакого вклада в именно возникновение подобного рода синдрома, и, собственно говоря, вот этот моторный феномен, который мы имеем у пациентов в подобной ситуации, он как раз-таки является мишенью использования той или иной лекарственной группы препаратов. Буквально одним слайдом моторные симптомы, они могут с положительным, с негативным компонентом, это мышечная слабость, кроме того, немоторный симптом, вот может быть возникновение боли. Регламент есть у меня еще? Не знаю. За неименем времени я пролистаю вот эти теоретические моменты. Клиническое наблюдение. Вот на отделение детской онкологии на сегодняшний день госпитализирован повторно молодой человек 2001 года рождения, он находился на лечении, и вот мы его активно наблюдали, активно лечили до 8 мая 2005 года. Диагноз представлен здесь, проводился режим лучевой терапии разный, проводилась верификация, достигнут частичный регресс, возникли осложнения, которые вынесены в диагноз. Ну вот, собственно говоря, вот эти нарушения, на которые мы обратили внимание, и послужило необходимостью его выбора лечения. Начало заболевания данной анамнеза представлено здесь. Амбулаторное лечение, проведение обследования на амбулаторном этапе, затем, наконец, было выполнено МРТ грудного отдела, интермедулярное образование, хирургическое лечение с целью верификации опухолевого процесса и госпитализации на профильное отделение. Вот гистологическое заключение, которое представлено здесь, оно подтверждено, и это опухоль саркома Юинга, позвоночного канала. В неврологическом статусе представлены здесь данные, спастическая параплегея, сгибательная контрактура, задняя группа мышц бедра, невозможность пребывания в положении, нижняя пара анестезия, мочеиспускание, нарушение дификации. Вот описание, которое указывает на размер опухолевого процесса, это исследование, которое было выполнено буквально два дня назад. Здесь мы видим положительную динамику, и вот снимочки, которые имеются здесь, это вот данные, которые были на момент первичной госпитализации, и вот данные, которые есть на сегодняшний день, мы видим, что здесь есть уменьшение размера опухолевого процесса. Ну, это вот верификация. Я попробую запустить видео, это вот та симптоматика, которая… видео у нас почему-то не запускается. А вот… Вот он по команде пытается согнуть ногу движения, объем движения в ноге вправой. Вот минимальное шевеление пальцев, то есть это говорит о том, что есть достаточно выраженное двигательное расстройство. вот этот же молодой человек, это до введения, обратите внимание, до введения. Вот он пытается перевернуться на живот, и при попытке сесть, активируются рефлексы, происходит включение мышц задней группы бедра, но это достаточно простой паттерн. И, соответственно, есть рефлекторные сокращения, рефлекторные движения в мышцах, в ногах. Далее. Мишени для введения ботулотоксина. Согласно протоколу бицепс-феморис, здесь три мышцы, я уже сказал, что это достаточно простой паттерн. УЗИ-навигация. Вот мы видим вот эту мышцу, бицепс-феморис, вот она располагается. Вот я на эту картиночку обращаю внимание, потому что, когда мы осуществлялись сессию ботулинотерапии, мы как раз-таки видим аналогичную, полностью похоже на эту картинку. Полуперепончатая, полусухожильная мышца. Всего лишь три мышцы мы взяли, воспользовались диспортом, поскольку это единственный препарат, который может быть использован для спастичности ноги и в детской практике. И 500 единиц было, по сути дела, максимальная дозировка. Ну, вот здесь указаны, да, те дозы, которые могут быть использованы. Вот применяемая УЗИ-навигация. С одной стороны, с другой стороны мы берем 500 единиц в одну, 500 единиц в другую. Вот это инъекционная игла. Мы видим четкое расположение мышцы. Мы видим облачко, которое говорит о том, что произошло введение лекарственного препарата. Вот при осмотре через неделю... Через неделю... Сейчас я попробую. Так, вот у меня курсор пропал. Так, у меня пропал курсор. Уменьшилось, появилось активное движение, то есть, по сути дела, мы убираем мышечный тонус и тем самым мы видим истинную картину его двигательных нарушений. Справа движение более активное, слева они чуть-чуть именно за счет асимметричности... Это осмотр которой в течение еще 2-2 недель. Вот мы видим движение в пальцах дистально. Это, я пропускаю... Демонстрируется больший объем движений, ну и вот возможности с другой стороны. На 19-е вчера был осмотрен, сохранено самостоятельное мочеиспукание. Конечно, это заслуга детских онкологов, поскольку выбран оптимальный режим его ведения, режим противопухолевого лечения. Ну вот объем движений. Немножечко одним, буквально слайдом о препаратах, которые из этой группы. Диспорт, обращаю внимание, что есть 300-500 единиц, но когда мы выбираем тот или иной препарат, вот возраст, спастичность ноги, и это единственный препарат, который может быть использован для лечения спастичности нижней конечности ноги, особенно очень важным является его возможность, прописанная в инструкции, использование его у детей в возрасте до 2 лет. Это слайд заключительный. Благодарю за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok